доброе утро или добрый день дорогие друзья мы снова дороге хотим коротко поделиться ободрением о том что мы переживаем с господом и как замечательно когда у нас есть новый день которым конечно же есть проблемы есть вызовы для нас для нашей веры менее всего вот не менее всего этого есть у нас великие обетование благословения совершенная работа христа его удивительная воля совершенная для нас на этот день который он хочет совершать наши жизни через нас слава богу друзья и последние несколько дней читал небольшой буклет брошюру очень достаточно известного верующего он не был известен своими большими достижениями в плане достижения душ для христа или построением больших великих церквей этот человек был монахом кармелитский монахом если они не изменяют память 17 веке такой брат его имя брат его за брат лоренц он был монахом служил на кухне выполнялся самые как говорится обычные житейские дела но господь дал ему пережить невероятное благословение своего присутствия который он практиковал в течение всей своей жизни до самых своих последних дней и и он есть небольшая брошюра называется практика любовь его присутствия которое перечитываю время от времени недавно я снова перечитывал и обнаружил длительное сокровище того о чем он говорит и я хочу сказать что это не просто не просто теологические знания это не просто информация это практическое практическое знание о том как верующий может жить близости близости с богом хотя мы говорим так эти фразы да может они где-то уже забитые фразами говорим отношения с богом отношения с богом отношения с богом говорим о молитве и и и увы у нас у нас оказывается очень много предвзятых отношений понимание того что это есть просто оперируя определенными терминами или определениями мы на самом деле оказываемся в таком состоянии в котором нам очень трудно расти близости реальной близости с богом как это бывает с людьми браке или родители с детьми мы понимаем да что есть определенный период обмена жизни обмена информации мнениями отношения не могут быть просто отношениями спасение не может быть просто спасением который мы получили момент нашего нового рождения спасение является действительно и общение с богом является опытной истиной мы либо можем находиться в младенческом состоянии как это например мои маленькие дети мои маленькой девочки три годика и она она знает кто я такой я знаю кто я такой я знаю кто она такая и каждое утро у нее есть свой план как ей прожить этот как это прожить и замечательный день она прибегает меня на просит меня о том об этом и и в основном это скажем так односторонние отношения дай помоги накорми и так далее и вот недавно когда я мы посуду она подходит ко мне она сама себе берет сок она взяла сок и вдруг она приходит первый раз она говорит меня папа держи сок попей сок она принесла сама мне этот сок у меня было просто мое сердце просто разговелось как говорится она обомлела потому что моя моя девочка она думала обо мне я не думал они как я ничего не ожидал от нее но она сама начала что-то делать она делает конечно другие вещи для меня может какой-то рисунок делает и приносит мне или что-то еще я хочу сказать что-то огромное благословение для меня принимать что-то от нее наши отношения с богом очень могут быть похожи на такие отношения когда мы находимся в односторонних отношениях когда мы говорим господи дай господи помоги господи спаси господи исцели и так далее так далее список очень может быть длинный но я верю что наш бог не является просто без чувственных без чувственным богом который как автомат которому приходим и пытаемся получить от него по его обетовать по его же обетованиям но я верю что наш небесный отец является тем создателями тем той личностью который ожидает что мы приходим к нему мы приходим и мы любим его действительно его любим мы говорим ему об этом потому что я люблю тебя господь что я могу тебе что я могу тебе предоставить в принципе конечно же как я мои 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 все что имеют мои дети это я им дал но но какой-то момент мы вырастаем начинаем зарабатывать мы начинаем приобретать вещи мы начинаем думать что это все наше увы мы глубоко ошибаемся на самом деле все чем мы владеем это папина это все его и он так радуется когда мы приносим ему что-то из этого когда мы говорим ему это бог я тебе это приношу это твое я говорю что это твое я тебе отдаю свое сердце я приношу тебе своих детей я приношу тебе свою свою работу свой бизнес я приношу тебе свое служение я приношу тебе приношу все что ты мне дал я приношу тебе приношу тебе путь свой господь очень важно я хочу я хочу сказать что это это невероятно по сердцу бога когда наши отношения становятся не просто односторонними а двухсторонним когда в нашем наша молитва превращается в поток в поток жизни и вот брат лоренц об этом говорит что пока мы не не начнем отвергать нашей жизни те вещи которые не ведут нас к нему они будут нам постоянно они нам будут препятствовать переживание его присутствия таком очень как говорится быстром мире в котором все очень быстро меняется все нужно быстро делать и поэтому к сожалению да наш бог он как бы получает очень мало внимания скажем так мы хотим больше но он получает меньше внимания с нашей стороны и и и многие вещи просто засоряются засоряют наш эфир информационный эфир духовный духовный эфир поэтому приносите ему и спрашивайте господи при ноги приводит ли меня это к тебе делает ли меня это дает мне это больше осознание того кто ты есть кто я есть наши отношения именно и и он хочет чтобы мы состояние поклонения состоянии обожания нашего бога благословит господь ваш день чтобы это было для вас большим откровением и большим желанием для того чтобы любить его храни вас господь при этом есть умение пока